Очень удивительная девушка, очень рекомендую побывать в нее. Она доступным языком рассказывает про свой бизнес, как девочкам быть замужем, быть с детьми и одновременно выстраивать свое предприятие, свой бизнес. Потому что очень много девушек, которые подписаны на меня, постоянно мне задают эти вопросы. Да, конечно, хорошо говорить, когда у тебя нет детей, или когда у тебя все хорошо. А когда у каждого бывает по-разному. Это правда, это нормально. У каждого свои разные стартовые амбиции и стартовые возможности. Ну вот, Евгения своим примером как раз и показывает, что можно в принципе начать даже не с нуля, а со студенческой скамьи. Жень, напиши, пожалуйста, свою ссылку на свой аккаунт «Просят девочки». Да, потому что вы знаете, что я каждый раз в неделю пообещал всем, что я буду знакомить вас с очень интересными людьми, которые есть на просторах интернета. Да, и он очень большой и огромный. И порой бывает какое-то вот слово, какое-то слово дает вам возможность осознать, да, что «О, у меня же точно так же». То есть где-то какие-то вопросы задать той же Евгении или еще кому-то, да. То есть Евгения не психолог, Евгения бизнес-вумер, наверное, да. Правильно же так, да? Ну, мы все немножко психологи в жизни. Да, но вот это вот… Я как-то делаю консультации, так или иначе приходится, ну, тоже с людьми общаться. Я не могу давать какие-то рекомендации, я расскажу, как я прошла этот опыт. Ну, просто я расскажу, какой я получила опыт, проходя через свое проживание. Через свое проживание, конечно, конечно. Да, конечно, поэтому… Да, и как раз вот этот момент, вот почему мы как познакомились. Евгения, когда я начал выходить в интернет, Евгения нашла меня и говорит, мне очень интересно сделать с тобой прямой эфир, потому что моим там ребятам-студентам, которых я сейчас веду, да, не так студенты, конкурсанты, как это правильно назвать, то есть им очень интересно понять вообще, а что такое медитация, потому что очень многие далеки от этого дела. Да, все хотят денег и не знают, вот, как получить ту самую психическую силу, психическую силу, чтобы получилась физическая, да, материальная энергия. Да, кстати, в этой ситуации я не сказала, что была такая энергия, от которой сначала просто пугаешься. То есть приходит такая энергия к тебе, что ты не понимаешь, ты не привыкни, да, что с ней вообще делать. То есть освобождаешь, видно, какое-то пространство, да, тебя же дополняет, и сразу вот начинает куча возможностей приходить, просто взахлёб, и ты думаешь, боже, как вообще такое бывает. Да, потому что очень многие, ну, очень многие люди, которые занимаются бизнесом, погрязли, вот в этом беспокойстве про свой бизнес. Вот так вот девушка сейчас написала, у меня там куча зарплаты, куча аренды, куча всего, пока всем отдам денег не остаётся. Так они вам и не нужны, потому что, если бы они вам были нужны, нужно просто приходить самому себе и узнайте, узнайте вот именно почему, почему та ситуация, которая у вас сейчас есть, да, почему она происходит в вашей жизни. Вот именно осознать это, да, то есть посмотреть, какой сценарий, там, деньги это, то есть их очень много, их вам с детства прививали, эти сценарии. Да. И самый главный момент, если мы сейчас будем копаться в каждом, какие у кого сценарии, ну, нет никакого смысла. Для этого, для этого вот я и делаю эти процессы, чтобы каждый стал психологом для самого себя и просто пошёл. Я могу дать направление. Медитации стоят три копейки, ну, по большому счёту, для того, чтобы... То есть ценность самого процесса и ценность... Да, есть очень много медитаций на Ютьюбе, я согласен полностью. Есть 10-минутные медитации, 15-минутные там, 12-минутные медитации, но это, как правильно сказать, это хорошие наверняка процессы, это правда хорошие, да, но это процессы для мозга, чтобы успокоить мозг, чтобы вот он именно успокоился, да. А вот психотерапевтические медитации, они немножко другие, да, чтобы осознать что-то, нужно дойти, то есть уйти от мозга и уйти в подсознание. Поэтому, да, у них есть один самый большой недостаток, наверное, в этих процессах, что они очень длинные. Потому что, ну, невозможно зайти в подсознание вот так вот с полпинка, это просто невозможно. Поэтому здесь нужно зайти туда мягко, там побыть, открыться, потом ситуацию эту прожить, закрыться и выйти. Да, и потом еще раз лишить своему телу простроиться под эту энергию, потому что это тоже очень такой, ну, не самый приятный, наверное, вопрос, да, потому что колбасит, и чем глубже ты зашел, тем больше колбасит, потому что катарсис, ну, ты вспомни, как ты мне писала. Да, у меня вообще, у меня шторм нет ни по-детски. Да. Да. Как только проходишь какой-то процесс, и на самом деле произошла программа, ну, то есть программа отцепилась, она была в вашем теле, она была во всех ваших полях, то есть в теле физическом, в ментальном, в эфирном, в казуальном, там, и дальше, 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 дальше. Да нет, медитации не опасны, если вы принимаете себя и понимаете. Вы знаете, опасна жизнь в беспокойстве. Это в той причине, что в беспокойстве нет благодарности, и вот это опасно, потому что могут приходить такие сценарии, от которых вы бежите. Но это правда, то есть эти процессы дают вам возможность принять самого себя. Все пытаются предотвратить наш эфир со всех сторон. Представляете, что это не так. Да и слава тебе, да и слава тебе, Господи, как оно есть, так и есть. Я прошу прощения, у меня немножко насмок. Деньгам. Деньгам же разборки. Да, знаешь, какой меня ждет. Все, больше не буду писать. Слава тебе, Господи. И мы могли по три, по четыре часа общаться с людьми, и я понимаю, что здесь не только мой опыт, не только моя компетенция нужна. И поэтому я обратилась, что в какие-то моменты мне нужно людей направлять куда-то, решить ту или иную задачу для них, потому что я не могу закрыть эту потребность, не могу им сказать, что делайте так-то, так-то, да, и прекрасно. Я им говорю, что я могу вам рассказать алгоритм, я могу рассказать вам свой опыт, я могу вам... Ну, потому что что такое бизнес? Ну, с точки зрения каких-то механизмов. Бизнес – это действие, да, ты просто берешь и делаешь что-то. Но за всем этим действием скрывается твоя внутренняя какая-то потребность в реализации чего-то, да, твоя глубокая мечта. И это даже не финансовая свобода, потому что люди понимают это. Это когда они приходят через бизнес к финансовой свободе и наступает опустошение, они понимают, что здесь что-то должно быть еще. Поэтому изначально начинать бизнес только лишь с точки зрения денег, как бы эта история какой-то в тупик, да. Ты все равно к этому потолку придешь, когда у тебя закроется потребность. Ты сейчас ответишь, может, я не права. А когда ты начинаешь бизнес с желанием что-то дать, что-то реализовать, да, вот получить обратную эту связь не только в виде денег, а вот в какой-то энергии, то это, конечно, совершенно другая история. Это уже жизнь, которая наполнена красками, да, сам процесс. Не просто закрыть аренду, закрыть зарплату, да, там решить ряд проблем, а ты получаешь больше, чем это все. И вот это, конечно, уже другой уровень отыкает. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok